Здравствуйте. Здравствуйте. Нынешняя тема это аналитическая философия во второй половине 20 века или неформально лингвистическая парадигма в аналитической философии. Мы поговорили о том, что привело аналитиков к отказу от надежды подвергнуть язык скрупулезному анализу методами логики и получить окончательное достоверное философское знание и полноценный завершенный методологический аппарат для науки. Оказалось, что эта задача непосильная и более того, сама программа логического позитивизма, аналитической философии ранней была основана на внутренне противоречивых допущениях. И что дальше? Да, возник вопрос, где искать другие критерии достоверности и в этом поиске аналитики от логики обратились к обыденному языку? То есть, насколько я понимаю, насколько я представляю, ситуация примерно такая. В начале аналитики считали, что если почистить язык, проверить его, поверить его логикой, избавиться от тех ловушек, которые в нем расставлены, то можно составить некий такой абсолютно точный, достоверный язык, нейтральный язык, при помощи которого можно объективно описать мир. Однако, по мере реализации этого проекта выяснилось, что миссия невыполнима, в общем-то. И тогда, поскольку миссия оказалась невыполнимой, они стали искать себе некие другие занятия, некие другие задания. И задания, собственно, сводились к следующему. Если нельзя найти вообще нейтрального языка, создать абсолютно чистый искусственный такой научный язык, то давайте детально рассмотрим, посмотрим, как работает язык, с которым мы имеем дело на сегодняшний день. Каждый из нас имеет дело обыденный язык и попробуем сделать что-то с ним. Верно. Давайте перевернем картину с ног на голову. Давайте вместо того, чтобы строить язык на логике, построим логику на языке, положим язык в основу. И в этом деле, в деле анализе обыденного языка, как и в предыдущем этапе развития аналитической философии, огромную роль сыграли идеи Людвига Витгенштейна, который после кризиса логической программы обратился к формулированию альтернативы. Во-первых, он подверг критике свои прежние взгляды, во-вторых, он предложил новый взгляд на язык. Основная категория философии позднего Витгенштейна и лингвистической философии, последовавшей за ним, это языковая игра или контекст. Собственно говоря, это ключевое понятие как раз для обоснования того, о чем ты сказал. Потому что фраза давайте-ка построим логику на основании языка, а не наоборот, должна быть как-то оправдана. И вот Витгенштейн её оправдывает следующим образом, как я себе это представляю, если нет, поправь. Он задаётся вопросом о том, как соотносится значение слова и его употребление. И если традиционный подход гласит, что мы употребляем слова в соответствии с их значением, условно говоря, есть некое исходное правильное значение слов, написанное, я не знаю, кем-то определённое, алмазными буквами наизнанке облаков. И тогда получается, что слова можно употреблять либо правильно, либо неправильно. Это один подход. Есть некое абсолютное значение, которому мы либо соответствуем, либо не соответствуем. А есть другой подход, согласно которому, собственно говоря, употребление слов и определяет их значение. То есть употребление диктует значение, а не значение диктует употребление. Нам это сложно представить, потому что мы приходим в мир уже с существующим языком. Зачем же тогда словари, в которых описывается значение этих слов? Что тогда фиксируется в этих словарях, если не абсолютная истина? Фиксируется состояние языка в какой-то момент, фиксируются способы употребления слов на каком-то этапе развития языка. То есть оказывается, что любой энциклопедический словарь, в котором даётся определение терминов, это не сборник каких-то истинных, абсолютно истинных утверждений, а всего лишь свод правил языковой игры. Совершенно верно. В какой-то момент времени. А что такое языковая игра тогда? Языковая игра, воспользуясь примером Витгенштейна, он рисует такую картину. Допустим, у нас есть два строителя, А и Б. А занимается кладкой, Б подаёт ему строительные материалы. И у них есть эти самые строительные материалы. Куб, балка, кирпич. И есть, допустим, слова для описания этих материалов. И есть слова для описания цвета. Красный, чёрный, синий, чтобы было веселее. И строитель А выкрикивает строителю Б, и числительные, допустим, у них тоже есть. Два красных кирпича. И второй строитель подаёт ему два красных кирпича. Или три синих палки. Это, говорит Витгенштейн, самый простой пример языковой игры. И говорит, продолжает, что вот ранняя аналитическая философия, автор трактата, он себя в третьем лице называет, рисовали, строили теорию, способную объяснить такую игру. Но не способную объяснить более сложные игры. Пример более сложной игры, давайте, говорит Витгенштейн, введём два слова. В этот язык, состоящий из имён и цветов. Туда и сюда. И теперь уже строитель А кричит строителю Б, два красных кирпича туда. Вот слово туда, оно не формализуется средствами теории, предложенной автором трактата. Очень маленький штрих, большая разница. Итак, получается, что значение того или иного слова зависит от его употребления и той практики, которая вокруг него складывается. Если я правильно понимаю, это значит, что одно и то же слово в разными группами, в разных языковых играх, условно говоря, в разных языковых практиках, может значить совершенно разные вещи. Верно. И мы не можем сказать, что какое-то из этих определений истинное, а какое-то ложное. Оно может быть соответствовать или не соответствовать только правилам той языковой игры. Ещё один философский пример. Мы прибыли на остров и наблюдаем туземцев впервые, которые гонятся за кроликом и кричат «Гавагай». Мы допускаем, что в туземном языке это слово означает «кролик». Но, может быть, это означает «кроличий хвост» или «они заняты какой-то священной игрой» или и так далее. Поэтому интерпретация чужих языковых игр представляет собой очень сложную, может быть, даже неразрешимую проблему. Я бы ещё хотел сказать, вот о какой вещи язык, главный предмет исследования аналитической философии, согласно поздней парадигме, представляет собой такое живое образование. Он состоит из разных контекстов, которые, некоторые из них являются центральными. Некоторые из них просто, без них мы не можем представить себе язык вообще. Ну, какие-то категории, допустим, выведенные Аристотелем или Кантом, где-то в центре лежат какие-то важные слова «истина», «время», а какие-то слова оказываются в периферийных контекстах. Мы можем представить себе, что, допустим, языковые игры, связанные с каким-нибудь кузнечным делом, в современном языке, ну, практически не используются, могут считаться архаичными, мёртвыми. Некоторые языковые игры просто ушли совсем. А бывает, что, допустим, какие-то вот эти слои, контексты накладываются, да, друг на друга, да? То есть, есть какие-то общие контексты, понятные всем, иногда проскакивает контекст, когда ты приближешь к какой-то группе, вообще, в принципе, такое возможно? Да, разумеется. То есть, получается, что язык понятия не только живое, но и многослойное? Да. Здесь, конечно, надо вспомнить идею Уилларда Куайна, который эту мысль довел до логического предела. Он заявил примерно следующее. У каждого человека, в принципе, свой язык, который не сводим к языку другого человека. Поэтому мы, в принципе, не можем до конца понять друг друга. При общении, при выражении мысли в языке происходит, и при её интерпретации происходит изменение смысла. Потому что мысль ложится в языковое пространство другого человека. Это, в общем, наверное, отчасти это знакомо, наверное, каждому. С одной стороны, это ощущение, что ты вроде бы говоришь, но не можешь выразить себя до конца. И есть что-то такое. Даже если высказался, и тебе кажется, что ты выразился понятно, тебя поняли при ура. Нет, это вообще постоянно происходит. Но бывает, это вот нам с тобой кажется, что мы что-то такое по делу говорим. А, в общем, может, кое-кому и так и не кажется. Но я про то, что даже сам монолог, сама внутренняя речь, в каком-то смысле, не всегда выражает это внутреннее ощущение, как какое-то довербальное, неязыковое. А уж когда мы передаём это кому-то другому, и кто-то другой пытается понять, что мы сказали, то тут возникает вообще, конечно, целая масса проблем. Кстати, проблема внутреннего языка или ментального языка – одна из важных проблем для позднеаналитической философии. Возможен ли такой внутренний язык, или он возможен только в общении, во взаимодействии людей? Ну вот тут тогда такая философская проблема лично для меня возникает. Если всё так, как мы описываем, и каждый говорит на своём языке, то не является ли наш с тобой разговор в данный момент иллюзией? Не является ли вообще возможность дискуссии иллюзией? То есть вроде бы мы говорим об одном и том же, но вдруг оказывается, что потом собрались и выяснилось, что каждый поговорил о своём. Как вообще решать проблему коммуникации? Как сохранить надежду на то, чтобы быть понятым? Ведь для человека очень важно быть понятым. Если вернуться к примеру со строителями, то, наверное, успех в деле создания конструкции стены является мерилом понимания. Если они построили с общими усилиями стену, один подавал, другой укладывал, значит, они поняли другого. Мне кажется, Вадим, что вообще-то мерилом успеха в коммуникации должно быть не возведение стены, а её разрушение. Ну так вот, если уж так уж, да, то как-то странно. Ну, во всяком случае, да, построили они то нечто, что они строили вместе. То есть оказывается, что критерием успешности и понятности является какое-то наличие практического результата. И тут тема любви, которая у нас с тобой фигурирует постоянно, мы к ней обращаемся. А как тогда, допустим, на уровне вот таких рассуждений понять, что тебя услышали? Допустим, да, представь себе, вот юноша говорит барышине, что он её любит. Как вот вообще? Она понимает вообще, что он ей говорит или нет? Она понимает по-своему в духе своей интерпретации этого слова. Я к чему? К тому, что как быть в тех ситуациях, когда практический результат не очевиден, когда мы имеем дело с коммуникацией, да, когда мы не строим стену, а когда мы говорим что-то человеку, которому, и хотим, чтобы он нас понял, да. Здесь мы подходим к ещё одной важной линии в аналитической философии второй половины двадцатого века, к теории речевых актов, согласно этой теории, которую разрабатывали аналитики в Оксфорде преимущественно, хотя потом и в Соединённых Штатах. И, кстати, эта теория потом стала достоянием лингвистики, аналитическая философия смыкается здесь с теоретической лингвистикой. Так, всякое языковое выражение, выражение с помощью языка есть действие. И, как всякое действие, имеет свои интенции. Когда мы говорим что-то, мы автоматически имеем какие-то намерения. Мы можем хотеть сообщить информацию, мы можем хотеть произвести какое-то воздействие, мы можем хотеть намекнуть, мы можем хотеть пошутить и так до бесконечности, да. Любое наше языковое действие связано с намерениями. И вот в этом, собственно, и возможность установления успешности коммуникации. Были достигнуты намерения или не были? Ну, я думаю, что на этой оптимистической ноте давай-ка мы закончим, потому что чего бы я ни сказал, оказывается, что это какой-то аспект аналитической философии. Я просто нереально круто вижу.